Многих кузнечан интересует, что же находится за воротами этого здания. Сегодня мы приоткроем эту завесу. Утро в следственном изоляторе номер два начинается с учебных занятий. Сотрудники СИЗО проходят инструктаж в специализированном классе. Получают указания на весь день. Много лет подряд эти ребята подтверждают свой профессионализм. Служба СИЗО для меня это моя работа, во-первых. Она мне очень нравится, я ей горжусь. И буду продолжать работать в этой системе. За последние годы ни одного побега с территории изолятора допущено не было. Все это благодаря хорошей тренировке. Ежедневно служители закона отрабатывают всевозможные ситуации. Учебные вводные, побег на втором участке. Принял. За этими стенами судьбы людей, которые ждут решения суда. Работать в этом учреждении эмоционально сложно. Но коллектив сезон номер два города Кузнецк успешно справляется. Благодаря специально оборудованному кабинету сотрудники изолятора получают психологическую помощь. Проводятся у нас индивидуальные и групповые психологические мероприятия. Как с сотрудниками, так и со спецконтингентом. Большую работу сотрудники СИЗО номер два проводят со спецконтингентом и их родственниками. Для их удобства на территории специализированного учреждения действует продовольственный магазин. В обычный магазин идут все покупатели. Сюда только конкретно те, кто идет к своим родным, кто сидит, чтобы им приобрести продукты питания. А это комната приема передач. Ежедневно кузнечане приходят сюда лишь с одной целью. Родственники, друзья и другие граждане могут передать продукты питания лицам, содержащим в следственном изоляторе. Кроме этого, здесь их ознакомлюют с правами и обязанностями лиц, которые содержат в следственном изоляторе. Каждый день эти люди обеспечивают покой кузнечан. Вместе со своими подопечными они привыкли смотреть на мир через решетку. Но даже в этой суровой обстановке всегда найдется место празднику, даже если он профессиональный. Всех сотрудников следственного изолятора поздравляю с профессиональным праздником. Днем работнику уголовно-исполнительной системы. Желаю всем здоровья, счастья, карьерного роста, чтобы, как говорят, все мечты сбылись. А мечты обязательно сбудутся благодаря поддержке родных и близких, которые всегда с нетерпением ждут дома своих бойцов. С этой нелегкой, но такой необходимой обществу работы. Анна Захарова, Сергей Крамаренко. Специально для программы «Этот день».